Если так и Духа, аминь. Святитель Иоанн Златоустый в своей беседе 25 на послании к евреям говорит о том, что презирающему земные блага Бог дарует небесные. Когда мы сделаем ум свой совершенным и покажем, что мы презираем земные вещи, тогда Бог дарует нам и земное. Но не прежде того, дабы мы, привязанные к земным благам, получивших еще более, не привязались к ним. Отреши себя наперед от рабства, говорит он, Господь. И тогда получай, чтобы ты получил не как раб, но как господин. Презирай богатство, и будешь богатым. Презирай славу, и будешь в славе. Презирай мщение врагам, и отомстишь им, презирай покой, и получишь его. Дабы получая, ты получил не как узник или раб, но как свободный. С малыми детьми мы поступаем так. Так, когда дитя сильно желает детских игрушек, то мы тщательно скрываем их от него, например, мяч или что-нибудь другое, дабы оно не отвлекалось от необходимых занятий. А когда оно не обращает на них внимания и не желает их, тогда мы без опасения даем их, зная, что от этого не будет ему никакого вреда, и занятия ими не может отклонить его от необходимых занятий. Так и бог поступает с нами, когда он видит, что мы не желаем земных благ, кто позволяет нам пользоваться ими, ибо тогда мы владеем ими как свободные, как мужи, а не как дети. А что действительно, когда ты будешь презирать мщение врагам, тогда и отомстишь им. Об этом послушай, что говорит апостол. Если враг голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. И далее прибавляет, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Римлянам 12 глава 30, 20 стих. Что действительно, когда ты будешь презирать богатство, тогда получишь его. Об этом послушай, что Христос говорит. Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, ради имени моего получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Матфея 19 глава 29 стих. Что действительно, когда ты будешь презирать славу, тогда получишь ее. Об этом послушай, что опять Христос говорит. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И еще, кто унижает себя, тот возвысится. Матфея 20 глава 26 стих и 23 глава 12 стих. Что говоришь ты? Если я даю пить врагу, то наказываю его. Если раздаю имущество, то владею им. Если смиряюсь, то делаюсь высоким. Да, говорит Господь, такова моя сила. Она производит противоположное через противоположное. Я богатый премудр, не бойся. Природа вещей повинуется моей воле, а не я следую природе вещей. Я совершаю все, а не другое что-нибудь руководит мною. Посему я могу переменить и преобразовать все. И удивительно ли, что так бывает в таких вещах, когда то же самое бывает и во всем другом. Когда ты вредишь другому, тогда вредишь самому себе. А когда тебе вредят другие, тогда ты терпишь, не терпишь вреда. Когда ты мстишь, тогда мстишь не другому, а себе самому. Кто любит неправду, говорит премудрый, тот ненавидит душу свою. Притча 29 глава 24 стих. Видишь ли, что в таком случае ты вредишь не другому, а себе самому? Посему и говорит Павел, почему бы вам лучше не остаться обиженными? 1 Коринфянам 6 глава 7 стих. Видишь ли, что остаться обиженными не значит терпеть вред? Когда ты обижаешь другого, тогда обижаешь самого себя. Это отчасти всем известно, ибо иногда говорят друг другу, отойдем отсюда, чтобы не унизить самого себя. Почему? Потому что великое различие между тобою, оскорбляющим, и им, оскорбляемым. Ибо какие бы ты ни причинял ему оскорбления, они обращаются ему в честь. Будем так рассуждать всегда, и мы станем выше оскорблений. А каким образом? Это разъясняю. Если бы мы стали враждовать против носящего порфиру, то оскорбления, направленные на него, обратились бы на нас самих. Ибо порицая его, мы сами делаемся достойными порицания. Что же, скажи мне, это значит? Будучи гражданином неба, обладая горним любомудрием, для чего ты унижаешь себя самого наравне с тем, который помышляет только о земном? Хотя бы у врага твоего было бесчисленное множество имущества, хотя бы была власть, он не знает твоего добра. Не унижай же себя, оскорбляя его, пощади себя, а не его. Воздай честь себе, а не ему. Не говорит ли пословица, кто почитает ближнего, тот почитает самого себя, и справедливо. Не его ли он почитает, не его он почитает, а себя самого. Послушай слова Премудрого, который говорит, воздавай душе твоей честь по ее достоинству. Сираха, 10 глава, 31 стих. Что значит по ее достоинству? Если кто, говорит, обманул тебя по любостяжательности, не делай того же, если оскорбил, не оскорбляй. Скажи мне, если какой-нибудь бедняк возьмет кусок грязи, валявшийся над дворе твоем, то неужели ты поведешь его за это в судилище? Нет. Почему? Дабы не унизить себя самого, дабы не стали все осуждать тебя. Так и здесь. Богач есть бедняк. И чем более он богатее, тем более становится бедным истинной бедностью. Богатство его грязь, брошенная на дороге, а не лежащее в твоем доме. Ибо дом твой – небо. Посему, если ты за это позовешь его в судилище, то не осудят ли тебя горние граждане? Не извергнут ли они тебя из своего отечества, тебя, который так низок, так презрен, что из-за малого куска грязи решаешься вести тяжбу? Если бы даже весь мир был твоим, и кто-нибудь отнял его у тебя, то и тогда тебе следовало бы только отвратиться от него. Разве ты не знаешь, что если бы ты взял Вселенную в десять раз более, или в сто, или в десятки тысяч раз, или еще вдвое, во столько же, и тогда она не могла бы сравниться с малейшую частью благ небесных. Кто удивляется здешним благом, тот оскорбляет тамошние блага. Если он считает достойными привязанности первые из них, столь далеко отстоящие от последних, или лучше сказать, он даже не в состоянии удивляться последним, ибо как он может быть способным к этому, пристрастившись к первым? Расторгнем, увещевая вас, хотя когда-нибудь эти цепи и сети, то есть земные дела, доколе мы будем преклоняться к земле, доколе будем строить козни друг другу, подобно зверям или рыбам. Впрочем, и звери не строят козни сродным себе, но разнородным. Так медведь не скоро убьет медведя, змея не убьет змею, уважаясь родства. А ты того, кто сроден тебе, и с которым ты имеешь бесчисленные соотношения, одинаковость происхождения, разумность, познание Бога, силу над природою, и бесчисленное множество другого, ты, своего сродника, и имеющего одну с тобой природу, убиваешь, и обременяешь множеством зол. Что в том, если ты не вонзаешь в него меч, и рукой, и не поражаешь его шеи? Ты делаешь хуже этого, подвергая его постоянным скорбям. Если бы ты сделал первое, то избавил бы его от забот. А теперь ты предаешь его голоду и рабству, отчаянию и многим другим скорбям. Говорю это и не перестану говорить, не для того, чтобы побуждать вас к убийству, или советовать делать зло меньше, но чтобы вы не надеялись остаться ненаказанными, отнимающие у ближнего своего средства к жизни и хлеб, говорит, премудрый убивает его. Сераха 34, глава 31, стих 21. Удержим руки свои, прошу вас, удержим, и лучше сказать, не будем удерживать, но будем простирать их на добро, не на любостяжание, а на милостыню. Да не будет рука наша бесплодна и суха, суха та рука, которая не творит милостыни, а та, которая простирается на любостяжание, скверно и нечисто. Никто да не вкушает пищи с такими руками, ибо это позор для званых, любостяжание хуже всякой грязи, ибо оно оскверняет не тело, но душу, так что трудно бывает очистить ее. А ты видишь, за столом оскверненного, эту грязью, видишь и руки, и лицо его, и дом, и стол, наполненный ею, ибо такие яства сквернее и отвратительные навоза, или что только есть еще худшего, возлежишь с ним, считая это за честь для себя, и как бы получаешь удовольствие. Или ты не стыдишься Павла, который позволяет беспрепятственно приступать даже к столу язычников, если бы мы пожелали, но запрещает быть пред столе любостяжателями. Если бы мы желали. Кто, называясь братом, говорит он, остается блудником, или лихаимцем, или пьяницей, с таким даже и не есть вместе. 1 Коринфянам 5 глава 11 стих. О язычниках он говорит не так. А как? Если, говорит, кто из неверных, разумея язычников, позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаю вам, ешьте. 1 Коринфянам 10 глава 27 стих. Вот какая строгость! А мы не только не убегаем от пьяниц и лихаимцев, но сами идем к ним, чтобы участвовать в делах их. Посему у нас все извратилось, все смешалось, расстроилось и погибло. Скажи мне, если бы кто-нибудь из таких людей пригласил тебя на приготовленное пиршество, тебя, который считается бедным и презренным, потом услышал бы от тебя, так как предлагаемое собрано любостяжанием, то я не стану осквернять свою душу. Тогда он не устыдился ли бы, не смешался ли бы и не смутился ли бы. Подлинно. Одного этого было бы достаточно для его исправления, для того, чтобы он считал себя несчастным при богатстве своем. А тебе удивлялся при бедности твоей, видя с каким великодушием ты презираешь его. Но мы, не зная от чего, сделались рабами людей, тогда как Павел неприставно внушает «Не делайтесь рабами человеков» 1 Коринфянам 7 глава 23 стих. От чего мы сделались рабами людей? От того, что наперед сделались рабами чрева, богатства, славы и всего прочего. Утратили свободу, которую даровал нам Христос. Что же, скажи мне, будет с тем, кто сделался рабом? Послушай, что говорит Христос. Раб не пребывает в доме вечно. Иоанна 8 глава 35 стих. Вот решительное определение, что Он никогда не войдет в Царство Небесное, ибо оно означается этим домом. «В доме Отца Моего, говорит Господь, обителей много». Иоанна 14 глава 2 стих. «Таким образом, раб не пребывает в доме вовеки. Рабом называет Он раба греху. А кто в доме не пребывает вовеки, тот пребывает вовеки в гиене, ниоткуда не получая утешения. Но зло дошло до толковой степени, что подобные люди из такого имущества подают даже милостыню, и многие принимают. От этого мы лишились дерзновения и уже не можем укорять никого. Будем же, хотя отныне убегать зла, которое происходит отсюда. А вы, которые осквернились эту нечистотою, удержитесь от такого зла и обуздайте свое пристрастие к подобным пиршествам, дабы нам, хотя ныне, умилостивить Бога и получить обещанное благо. Господу нашему слава, воинке веков. Аминь.